Более 80% многоквартирных домов, а их в городском округе Мытище 1300, готовы к отопительному сезону 2020-2021. Доложил участникам форума «Управдом» начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации муниципалитета Денис Волжин. Более того, напомнил он руководителям ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний. Уже начались выборочные проверки. Их проводят чиновники и инспекторы ГОЖИУНИСПЕКСИИ Восковской области. Выезжаем на частные компании, на муниципальные компании, проверяем. Жилищная инспекция особенно внимания в этом году уделяет этому процессу. Говорит о том, что хоть и пендемия была, но мы должны все равно содержать должным образом весь наш жилой фонд. Не допускать, чтобы у нас в зимний период случились аварии долгосрочные. Проведено порядка 25 проверок, выявлены нарушения. Они будут устранены. А те, кто их допустил, оштрафованы. Я просто прошу отнестись к этой работе очень внимательно. И чтобы нарушений не было, когда мы выборочно придем к вам. Работа важная. И от их результатов зависит рейтинг нашего округа. У участников форума «Управдом» тоже есть замечания, например, к работе ресурсоснабжающих организаций. Дома 20-й, 22-й, 24-й. Вообще батареи еле-еле. Теплое молоко. Первые этажи все чернотой покрылись. В процессе дискуссии выяснилось, что индивидуальные тепловые пункты, установленные в домах микрорайона «Дружба» в прошлом году, требуют индивидуальной наладки. Для меня не доходила информация, что были проблемы. Я готов лично в этом отопительном сезоне выехать и определить, какие расходы. Это делается элементарно. К слову, сегодня Матищинская теплосеть также занята подготовкой к зиме. Процесс завершен более чем на 70%. Внешний вид многоквартирных домов – следующий вопрос в повестке дня. Денис Волжин напомнил, собравшимся на каких условиях на фасадах жилых зданий могут появляться неконструктивные элементы. У нас одна из самых распространенных проблем – это установка кондиционеров, установка антенн, баннеров и тому подобных элементов, которые не относятся к многоквартирным домам. Решается на общее собрание собственников. Самовольная установка всех этих элементов невозможна. Но это еще не все. Например, на рекламных конструкциях собственники квартир даже могут заработать. Еще полезная информация. До 1 января 2021 года из-за пандемии действуют моратории на ограничение коммунальных услуг неплательщикам. И не проводится поверка счетчиков. Сроки продлеваются автоматически. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.